Всем доброе утро, или, как правильно говорить, доброго утра, и добро пожаловать в новое видео. Я тут заправила постель, опять вчера наволочки поменяла. Сейчас возьмём кружку с вами и пойдём завтрак какой-нибудь готовить. Я сегодня вообще полностью, сто процентов, на домашнем. Так, мне надо ещё вещи туда сложить какие-то. Посуду помыть. Так, сейчас поставлю чайник, будем завтракать. Вот я себе два яйца разбила, приготовила. Хочу сегодня омлет сделать. Не глазунью, как обычно, а омлет с луком пожарить. Что-то я вообще на таком расслабоне. И Райан говорит, что где-то был пожар, потому что, видите, как туманно. Гор не видно. И у нас ещё две антилопы, такие маленькие, серенькие, дейка называются, пришли сюда. Райан говорит, что они считают это своей территорией, поэтому сюда приходят гулять. Гамак наш висит. Вот, но будем начинать потихоньку день раздупляться. Здесь я решила записать, как я готовлю себе завтрак. Я делаю самый простой в этот раз. Просто яйца жареные с овощами, будет с соусом. Ну и, может, там добавлю какие-то закуски. Обычно мы с Райаном, кстати, не завтракаем вдвоём, потому что он встаёт с утра, у него своя рутина. И он завтракает обычно либо хлопьями, либо кашу себе варит овсяную, либо гранулу ест он тоже. А я, кстати, не люблю есть сладкие завтраки. Вообще, сладкая на завтрак не люблю, поэтому я вот, да, либо яйца себе жарю, либо тосты себе какие-нибудь делаю с колбасой. Просто в этот раз колбасы, кажется, не оказалось, или я её решила для пиццы оставить на попозже. Так, вот мой завтрак. Давайте завтракать вместе. Сейчас я как-нибудь у вас так поставлю, чтобы мы могли вместе поесть и поговорить. Пока я выставила камеру, и то, как видите, неудачно, потому что мою еду не видно. Видно только меня, и слава богу. Давайте с вами начинать есть. Сегодня у меня, значит, яичница. Омлет, точнее, да? Я вот его вот так макаю в соус. Самая, наверное, яичница. Ничего сверхъестественного. Нарезала себе огурец. В общем, мне сейчас надо постараться посидеть немного на диете. Потому что состояние кожи у меня какое-то не очень прикольное. И у меня начали выходить всякие там непонятные штуки. Поэтому я должна посидеть на диете. И говорят, что полезная диета – это диета без соусов, без всяких там кисло-сладких, перчёных штучек. Просто вот обычная еда, да? Но я не представляю, как можно быть без соусов и без специй. Здесь вся еда тоже на соусах, на специях. Как там чесночная соль, красный-чёрный перец, итальянские травы. Всё это здесь присутствует. И даже то же самое мясо есть без этих специй невозможно. Так что я не знаю, как я могу осуществить такую диету, но как-то надо. Вот, допустим, мой завтрак сегодня, да? Вот эти перчики маринованные. Это кетчуп. Здесь он называется томато-соус. Как можно без этого? Причём я не могу сказать, точнее я могу точно сказать, что до этого я не сидела ни на каких диетах. У меня всё было с кожей нормально. Что сейчас происходит, я не знаю. Наверное, он нет. Предательский батарейка садится. Я уже уничтожила свой завтрак и сейчас пью виноградный сок свой и гадаю, нормальный он или нет. Потому что что-то мне подсказывает, что он уже пропал. Вчера я мыла окна. Я не знаю, видно вам или нет. По-моему, ничего не видно, но они всё равно все в разводах. Как мы ни старались. Тряпочки из микрофибры и всякая другая приблуда не помогла. Я не знаю, что делать. Нужно специальные для окон покупать средства. Также вот показываю раковину. Тоже отмыла всю. В принципе, всё это хорошо отмылось с помощью уксуса. Потому что здесь такой налёт, типа известкового, он хорошо в уксусе растворяется. Вот здесь все пользуются уксусом. Поэтому вот так. Нужно будет постоянно следить за тем, чтобы она такая грязная не становилась, вот как она была. Цветочки мои всё вянут, вянут, вянут. Надо уже будет их выбросить. Не люблю я выбрасывать цветочки. Да и вообще, всё, что касается всякой вот органики, еду не люблю выбрасывать. Поэтому вот эта дурацкая привычка доедать всё до конца. Сейчас будем с вами вещички складывать. Кстати, я хотела ещё рассказать вам про ирригаторство свой, которое я на Валбе заказывала. Поначалу мне казалось, что он ничего не чистит. И я, может, там как-то им неправильно пользовалась и так далее. Но сейчас, в прошествии где-то уже, ну сколько недель, да, прошло. С тех пор, как я купила его, я сразу стала им пользоваться. Я пользуюсь им сейчас один раз в день вечером. Когда вот перед сном всё, хорошенечко всё чищу зубы. И ирригатором обязательно тоже прохожусь. Вот. И мне понравился эффект от него. Он действительно чистит. Я не знаю, как это работает. Я как-то видела отзыв об ирригаторе. И там девушка сказала, что, как она начала пользоваться ирригатором, у неё исчез вот этот противный запах, да, дохлых кошек с утра. Ну, извините, да, такое бывает. И я тоже подтверждаю это. Это как-то странно. Я думаю, ну что он там может прям чистить-то настолько, что вот у тебя прям аж пропадает запах из рта по утрам. Но реально так и есть. Странно. Просто вау. Ну и, естественно, да, он прочищает очень хорошо между зубные пространства. Вот именно там, где вы не можете, допустим, ниточкой, да, нитью достать. Вот есть такие места. А плюс ещё у меня, например, зубы очень плотно друг к другу прижаты, особенно вот сверху. И в некоторых местах ниткой не пройтись. Поэтому ирригатор вообще вот такая вещь. Не думайте, даже покупайте. Особенно такой вот, как у меня, потому что он там стоил что-то 3300, полторы, полторы тысячи, в общем, рублей и суммах. Вот, так что абсолютно стоит своих денег эта штучка. Сделала масочку в надежде, что она исправит положение дел. Очень надеюсь на это. Пришёл и тут же давай шуметь, чё-то там делать. Райни! Райни! Коробки давай, все перетряхивать. What are you looking for? What are you looking for? What are you looking for? One year! One year and I'm still cleaning this room. What? Да. I wonder why, because someone's looking after their beauty. So they don't get wrinkles. Райан долазился и в углу наткнулся. Долазился, короче, Райан и на геккона наткнулся. И говорит, что он его укусил, геккон. Они кусаются вообще не больно, но просто он не ожидал и испугался. И вот сейчас он выкинул его так на травку на улицу. Да, выкинул. Почему шладкий такой малыш? Их не было в последнее время. И вот появились. Я сейчас лежала и думала, что я усну, но мне нежелательно спать. Мне крайне нежелательно спать. И что вы думаете, я решила встать и поесть. Я нашла блинчики. Сейчас будем с вами что-нибудь мудрить с блинчиками. Не знаю, что придумать. Какую начинку в них запихать, потому что у нас ничего нету, кажется. Сейчас посмотрим. Масла и варенье будет. Все. Больше, наверное, ничего нет. Вот это правильно. Молодец. Молодец, Зайф. Объясни. 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 Объясни обезьяна. Какая обезьяна. Что ты обезьяна? Ребята, вы не поверите, только я блинчики разогрела. Сразу же он у порога откуда-то хоп и нарисовался. Я даже не слышала, что он пришел. И пришлось поделиться с ним. Вот заставила его сейчас нам ананасы порезать. Потому что он, знаете, любит купить ананас. И этот, ждать, пока он пропадет. Поэтому я сказала, давай. Давай, давай, ананас мне почисти. Будем есть. Ананас ни о чем. К сожалению. Короче, Райан вот такую штуку собрал. Ну, это как стеллажи. Стеллаж, да, называется. Вот. Он, короче, весь шатается. Ну, в общем, красота неописуемая. И он хочет его поставить внутрь. И на меня так смотрит, типа ждет. Что я на это скажу? А я такая говорю. Я ничего не буду говорить. Ничего тебе не буду. Хочешь, ставь. Если хочешь. Он такой говорит. Да, я знаю, что ты не будешь со мной спорить. Потом, я же говорю. Не сегодня, говорю. Сегодня я точно не буду головную боль за стеллажей составлять. Да. Он такой, ну да, говорит. Ты, наверное, только через 10 лет начнешь мне на мозги капать. Когда она все еще будет стоять там. Потому что, я же говорю, нет ничего более постоянного, чем временное. Все временно поставили такие и все, и счастливые.